Добрый день подписчики и зрители моего канала. Привет всем с Дунайских берегов и города Ульм. Сегодня речь пойдет о работающем фазоинверторе, а также об электрическом и магнитном излучении. Перед вами чердачное окно, выполненное в форме окружности. На самом же деле это бывший волновой фазоинвертор. Я забрел в один из районов города Ульм. Этот райончик расположен на горе. Весь город виден с него практически как на ладони. Очень много старых домов. Больше всего заметны и тут же бросаются в глаза вот эти вот крыши со шпилями и интересными окошками на них. Люди идут и едут мимо практически ничего не замечая из того, что их окружает. На вершине расположен очередной дом с угловой башни. На вершине башни мы видим шпиль. Подойдем к нему поближе, рассмотрим покрупнее. Ниже расположены дома, явно присыпанные. И вся улица практически такая же. Я подошел к зданию сбоку, посмотрел, что же тут за бетонной стеной. Первый этаж расположен ниже. Сразу видим подвальные окна. Перепад высот показывает явно, что дома стояли гораздо раньше. Здания рядом были гораздо выше. И кто когда это присыпал, ну как обычно неизвестно. На этом здании меня заинтересовал треугольник, в центре которого было расположено лицо мужчины. В бетонном наличнике присутствует железная арматура. Еще один крест под треугольником, по бокам шары и две волны. А вот это вот шпиль, который я взял покрупнее. Окна первого этажа, входная дверь, световые приемки подвального помещения. То, что эти здания были гораздо выше, выдает их непропорциональность. На одной из крыш расположена антенна Теслы. Я взял ее покрупнее. Антенна стоит до сих пор. Вероятнее всего, что она не в рабочем состоянии. Но она здесь присутствует. Полюбуйтесь на шикарный вид собора города Ульм. Самый высокий католический собор в Германии. Эту улицу в этом городе проектировали именно так. По задумке архитектора. Сначала поставили дома. Потом засыпали насыпь для дороги. И сбоку забетонировали стену. Данная ограда является частью общего антенного комплекса. Который присоединен ко всем этим зданиям. Вот такая вот шишка интересная. Это сейчас для вас это ограда просто забор. Вы внушили это в детстве и заставили в это поверить. Ну а теперь прежде чем рассказать вам о работающем фазоинверторе. Я дам немного теории. Чтобы вам было понятно о чем идет речь. Линии электропередач и защита от электромагнитного излучения. Электрические и магнитные поля линий электропередач. Новые линии электропередач строятся постоянно. Воздушные линии или подземные кабели прокладываются по всему миру. Трехфазный ток обычно передается с частотой 50 Гц. Для этого требуется три отдельных проводника на систему передачи. Воздушные линии с напряжением до 380 кВ распространены в распределительных сетях. Напряжение между линиями и землей создает электрическое поле. Когда течет ток вокруг проводников создается магнитное поле. Оба поля имеют максимальную величину под линией электропередач. Транспортировка электрической энергии на большие расстояния в подземных кабелях технически более сложна. Непосредственно над кабельной трассой магнитное поле аналогично полю воздушных линий. Однако при боковом расстоянии до кабельной трассы оно уменьшается быстрее. Поскольку подземные кабели можно прокладывать ближе друг к другу. Электрические поля подземных кабелей полностью экранированы землей. Даже электрические поля воздушных линий могут быть почти полностью экранированы. Например, стеной здания. Магнитные поля воздушных линий и подземных кабелей экранировать невозможно. Воздействие электромагнитного поля на здоровье человека. Электрические и магнитные поля могут влиять на естественные электрические токи в организме человека. Они генерируют токи в организме, которые в конечном итоге могут привести к ухудшению вашего здоровья. Возбуждение мышечных и нервных клеток и возникновение в них высокой плотности тока. Воздействие электрических и магнитных полей измеряется и имеет допустимые предельные значения. Лишь зная максимально допустимые значения электромагнитного излучения, вы можете защитить себя от всех доказанных опасностей, угрожающих вашему здоровью. Причины развития заболеваний, связанных с электромагнитным излучением, пока недостаточно выяснены. А если и выяснены, то скрыты от человека. Причинно-следственная связь с магнитными полями не установлена, но и не исключена. Рекомендации и меры защиты Какие варианты защиты существуют? Ограничение мощности электромагнитных полей защищает здоровье человека от доказанных последствий. Они основаны на современном состоянии науки и техники. Воздействие электрических и магнитных полей ниже предельных значений оказывают неизбежное воздействие на людей и окружающую среду. Это воздействие должно быть сведено к минимуму по соображениям предосторожности в соответствии с уровнем техники. Это может быть достигнуто, например, с помощью соблюдения подходящих расстояний от линий передач и электроприборов. Сейчас я проведу ряд экспериментов на оборудовании, которое имеется практически в каждом доме. Включаем микроволновую печь на 350 Вт. Показатели магнитного излучения тут же зашкалили. Я переключаю мощность на 700 Вт и мы повторяем тот же самый эксперимент. Тут же видим, как магнитное излучение зашкаливает. Следующий эксперимент мы проводим с домофоном. В домофоне расположен динамик и микрофон. Он подключен к напряжению через трансформатор. Там всего лишь 15 Вольт. А теперь смотрим, что он нам показывает. Электрическое излучение более 360 Вольт на метр. Как только опуская ниже, чуть-чуть микрофону скаканет все-таки и магнитное излучение. Это Wi-Fi или VLAN, как его называют здесь в Германии. Присутствуют оба вида излучения. Магнитное и электрическое. Это коробка с центральными предохранителями. Главный кабель, который заведен в дом и подключен к центральной сети электропитания. Тут же подвожу прибор. Видим отчетливо сильное магнитное излучение. Опуская ниже и начинаем замечать, присутствует электрическое излучение. Только что я показал вам дома опыты по использованию прибора на электрических приборах дома. Ну а теперь мы походим к самому фазоинвертору и смотрим, что же он покажет нам. Обычная стена. В нее вмонтирован металлический каркас, от которого идет магнитное излучение. Никаких электрических кабелей рядом просто не присутствует. Мы смотрим. Прибор показывает почти один микро Тесла. Вы отчетливо видите при измерении данного прибора присутствие магнитного излучения. Это не какой-то фокус. Это обычный эксперимент, опыт. Я также замерил волновое рассеивание. Оно в пределах нормы. Поблизости не расположено никаких вышек мобильной связи. То есть магнитное поле в этом месте постоянно изменяется, но оно присутствует. Я отойду с камерой немного назад, чтобы вы не подумали о каких-то манипуляциях. Я покажу вам движение электромагнитных волн в вакууме. Электрические поля мы видим синим цветом. Магнитные поля мы видим красным цветом. А вместе они образуют электромагнитное поле. Перед вами таблица воздействия магнитных полей от электроприборов на человека. Самым опасным электрическим прибором у вас дома является фен для волос. Далее опасным прибором считается обычная электробритва. За ней следом идет обычный домашний пылесос. И только лишь потом идет пугающая всех микроволновая печь. Измерения проводились на расстоянии 3 см от прибора, 30 см от прибора и на расстоянии 1 метра от электроприбора. Опасным для человека считается магнитное излучение более 100 микротесла. 1 микротесла равен примерно 0,8 Ампера на метр. Максимально допустимым в Германии считается магнитное излучение в 200 микротесла. Электрическое излучение бывает безобидным для человека до определенной величины. После 2 Вольт на метр наблюдается ухудшающее воздействие на нервную систему. После 12 Вольт на метр такое же воздействие идет на сердечно-сосудистую систему. Данные этих двух таблиц взяты не откуда-то с интернета, а с официального сайта немецкого учреждения по защите от излучения. Бундесамтфю Штраленшуц. Электрическое излучение и магнитное излучение влияют на человека. Электрические и магнитные поля взаимосвязаны между собой. На эти поля также оказывают влияние частоты пропорционально их величине. Это показано в таблицах у вас на экране. Это таблица допустимых величин магнитных и электрических полей под дополнительным воздействием различных частот. Подвожу итог этого видео. Вы ознакомились с воздействием различных видов волн на человека. Вы увидели работающий фазоинвертор, выдающий магнитное поле из воздуха. В следующем видео я покажу местный собор города Ульма, а также работающую установку волнового распределителя. Друзья, распространяйте это видео. Пусть люди, идущие на выборы, знают, что их ждет. Поделитесь роликом в соцсетях или отправьте знакомым. Оставьте пару комментариев, это также поможет распространению. Благодарю вас за просмотр. Продолжение следует.